Привет всем! Сегодня я хочу поговорить об изображениях Будды. Наверное, многие из вас знают, что Будда завещал не делать ему статуй, не ставить ему статуй, не поклоняться его статуе. Но, как мы знаем, сейчас статуи ставят и поклоняются. Как так получилось? Ну что ж, первое время действительно Будде статуй не воздвигали. Но объекты поклонения появились практически сразу. По крайней мере, мы не можем выделить тот период времени, когда их не существовало, когда буддизм существовал, а вот объектов поклонения не существовало. Что выступало в качестве объектов поклонения? Символические следы Будды, следы ног Будды, объекты, к которым он прикасался, и ступы, которые содержали реликвии, частички праха Будды. И вот эти все объекты поклонения, они были весьма распространены везде, где только был распространён буддизм. А вот когда появились первые изображения, ну, во-первых, это сложный вопрос, потому что мы можем говорить о тех изображениях, которые, конечно же, сохранились, потому что можно теоретически предположить, что Будду изображали уже довольно рано, просто это по каким-то причинам не сохранилось. Например, может быть, изображения были из дерева. Если они были из дерева, то, скорее всего, они не сохранились. Но это так, это теоретические размышления. Первые сохранившиеся изображения происходят из Гондары. Гондара — это местность где-то между Пакистаном и Ираном. Там был распространён буддизм. И надо сказать, что эта местность была, ну, очень такой интернациональной. Там было влияние кучи всяких культур. И так как там был свой собственный вариант буддизма, где-то на рубеже, ну, вот где-то первый век до нашей эры, первый век нашей эры, начали там изображать в том числе и Будду. Первым делом, ну, откуда это всё появилось? Как я сказала, одним из объектов поклонения были ступы. Так вот, скорее всего, с них всё и началось. То есть ступы надо было как-то украшать. И идеальным сюжетом для вот этих украшений, конечно же, были истории жизни Будды. Но если есть истории жизни Будды, то, как вы понимаете, Будду тоже на них надо изображать. И вот Будду стали как-то изображать. Понятное дело, к тому моменту никто уже толком не помнил, как там выглядел Будда. Но изображали его так, как, ну, представляли себе, надо изображать подобных великих людей. Влияние, конечно, шло отовсюду. То есть, во-первых, там уже была индуистская традиция, в которой были изображения всяческих божеств, всяческих великих людей. То есть это уже присутствовало. Была, конечно же, ещё греческая эллинистическая культура, которая тоже дала своё влияние. Но это ещё далеко не всё. Культура партии, скифская. Там был огромный коктейль. И мы можем в этих изображениях увидеть проявление, пожалуй, всех этих культур. Очень интересно разглядывать. Изображений много. Если хотите, погуглите гандарская скульптура. Там очень много всего интересного. Надо сказать, что когда впервые стали изучать вот эти изображения, то исследователи сконцентрировались, конечно, на эллинистической культуре, потому что это были западные исследователи. И им, конечно же, было приятнее смотреть на Будду, который похож на Аполлона. Но Будда не только напоминал Аполлона, он мог напоминать кого угодно. Черты, которые там отражались, это очень интересный вопрос. Там много чего, как я говорю, намешано. Но, в общем-то, с тех самых пор и повелось, что Будду стали изображать. Потом каждая культура привносила что-то своё, и поэтому у нас сейчас очень много всяких изображений Будды. О том, как складывалась каждая отдельная культура, я думаю, мы поговорим в другой раз. Сегодня же просто ограничусь тем, что как появились изображения Будды. Просто кому-то хотелось сделать изображения ступ более красивыми и выразительными. Скорее всего, именно это и было причиной. Спасибо всем. Пока-пока. Продолжение следует...